Давайте начинать. Рады приветствовать вас на сегодняшнем вебинаре. Вебинар на тему BIM-проектирования. Совместная работа в Revit на базе файлов хранилища. Лектор Станислав Ощиков, специалист по BIM-моделированию и сертифицированный специалист Autodesk Revit Profession. Сегодня у нас восьмой вебинар из серии вебинаров BIM-проектирования от основ до практического применения. Напомню, что следующий вебинар из этой серии состоится 14 ноября. Те, кто еще не зарегистрированы, обязательно регистрируйтесь. Чуть позже отправлю ссылку в чат. Напомню, что также у нас проходят вебинары с Эдуардом Мейерычем Базилианом. Следующий вебинар с профессором будет проходить 7 ноября на тему «Будущая молния и защита. Оптимистический вариант». Отправляю ссылки в чат. Ссылочку отправил на регистрацию на ближайшие мероприятия ЗАНС. Регистрируйтесь. Скажу также, что узнавать о новых мероприятиях вы можете не только на нашем сайте, но и в наших группах в социальных сетях. Ссылочки также отправляю в чат. Вот они. Несколько организационных моментов. Вебинар продлится у нас 60-70 минут. На вопросы мы будем отвечать в конце вебинара. И в течение вебинара можем ответить на какие-то простые вопросы в чате. Но все основные вопросы будут отвечены в конце вебинара. Вопросы прошу писать во вкладочку «Вопросы» и указывать слайд, либо фразу лектора, чтобы было понятно, к чему относятся. Со своей стороны призываю вас быть активными, задавать свои вопросы, оставлять комментарии в чате. На этом вступительная часть завершена. Передаю слово лектору. Станислав. Да, спасибо, Анатолий. Сегодня у нас очень важная тема, на самом деле. И до этого мы рассматривали вопросы, так сказать, ускорения, проектирования, моделирования в Revit, какие-то основы, какие-то аспекты. А сейчас мы будем уже знакомиться с взаимодействием, как взаимодействуют проектировщики между собой. Это, на самом деле, одна из самых главных причин, можно сказать, которая является переходом на Revit. И у нас будет два вебинара по этому вопросу. Первый вебинар будет на основе файла хранилища, так называемого. И второй вебинар будет на основе связанных файлов. Сегодня вот разберем первый способ и что вообще представляет из себя совместная работа. Совместная работа на основе файла хранилища, ну, что она делает? Она позволяет нескольким пользователям работать в одном файле. Получается так, что у нас проектные группы зачастую состоят не только из одного человека. И их нужно как-то вместе объединить, чтобы они работали над одним проектом в одной среде. Что для этого требуется? Для этого требуется, ну, конечно же, Revit и так называемый файл хранилища. Файл хранилища – это файл, который находится непосредственно где-то на сервере организации, либо, допустим, в облачном хранилище в общем доступе, к которому подключаются непосредственно сами проектировщики. В этом файле хранится вся актуальная информация по проекту. И в дальнейшем, когда проектировщики подключаются к этому файлу хранилища, они непосредственно в нем не работают, но они создают на основе этого файла хранилища так называемые локальные копии этого файла. Локальные копии – это, можно сказать, слепки файла хранилища. Но чем они отличаются? Они отличаются тем, что они уже не лежат в общем доступе где-то на сервере, либо в облачных сервисах. Они лежат уже у каждого проектировщика на своих рабочих станциях. И непосредственно сам проектировщик работает уже из них. И каким образом в таком случае проектировщики между собой, так сказать, обмениваются информацией, данными какими-то. Вся информация обменивается вот следующим образом. Получается, у нас есть модель из хранилища, которую мы видим вот здесь наверху. Также у нас есть, допустим, несколько участников групп. Допустим, мы разберем одну какую-то проектную группу. Каждая из них создает свой локальный файл. Свой локальный файл. И какие-то изменения вносит, какие-то элементы создает в этом файле, в этой модели. И в дальнейшем, когда все проектировщики, допустим, какие-то изменения внесли, происходит процесс синхронизации. Синхронизации локальных моделей между собой. И также синхронизации с моделью из хранилища. Каким образом проходит процесс синхронизации? У нас все элементы, ну, понятное дело, допустим, если несколько проектировщиков работают в одном файле, они могут, допустим, брать и перемещать элементы, допустим, одни и те же. Один проектировщик взял, допустим, какую-то стену, либо какой-то воздуховод, либо еще что-то, начинает двигать, и это может происходить до бесконечности. Один проектировщик сюда подвинул, другой в другую сторону подвинул. Поэтому необходимо в совместной работе как-то разграничивать действия между различными проектировщиками и сделать это таким образом, чтобы, допустим, один проектировщик работал в одной части проекта, другой проектировщик работал в какой-то другой части проекта. И что для этого требуется? Для этого требуется, чтобы все элементы в модели, они разбивались на какие-то определенные коллекции элементов, и эти коллекции могли закрепляться за каким-то участником. Вот они закрепляются за этим участником, и все, и больше никто, кроме этого участника, изменять эти элементы не сможет, только он один. Эти коллекции, что это за коллекции, называли их рабочими наборами, эти коллекции. Это как раз вот коллекции, они служат для разделения модели по каким-то зонам, по каким-то группам. В дальнейшем каждый участник, он может закрепить за собой вот этот какой-то определенный свой рабочий набор и работать в нем, и никто ему уже мешать не будет перемещать там его элементы и так далее. Рабочий набор, на самом деле, это очень важная тоже часть совместной работы. Без них совместная работа вообще не проходит. И у вот этих рабочих наборов есть несколько особенностей очень важных. Первая особенность, что когда мы создаем вот этот файл совместное, файл хранилища, создаем совместную работу, то каждому элементу в проекте ему всегда должен присваиваться какой-то рабочий набор. Не бывает элементов без рабочих наборов. Ну, для чего это нужно? Нужно явно определить, к какому рабочему набору будет этот элемент отнесен, чтобы в дальнейшем была возможность закрепить этот элемент за каким-то проектировщиком. Соответственно, второй пункт – это без рабочих наборов нельзя начать совместную работу. Когда мы нажимаем кнопочку «Создать совместную работу в проекте», автоматически создаются рабочие наборы, и автоматически все элементы, всем элементам присваивается какой-то определенный рабочий набор. Как я уже сказал, рабочие наборы, они создаются для распределения прав на владение элементами. И рабочим набором можно присвоить владельца и заемщика. Соответственно, владельца, когда вы присваиваете, вы являетесь владельцем всех абсолютно элементов, к которым этот рабочий набор относится. Но также вы можете являться и заемщиком какого-то одного элемента или нескольких из этого рабочего набора. И последний пункт, тоже достаточно интересный, что все участники могут просматривать рабочие наборы, могут включать рабочие наборы какие-то, выключать эти рабочие наборы. Но они не могут в них внести изменения, если элемент, который положен, допустим, в другой рабочий набор, другого проектировщика, они не могут изменить этот элемент, его положение, его, допустим, какие-то параметры, его атрибутивные данные. Каким образом в таком случае проект можно поделить по этим рабочим наборам? Вот здесь представлены два таких рисунка внизу. Цветами разделены элементы в различных рабочих наборах. В рабочие наборы можно класть какие угодно категории. Допустим, вы можете положить туда и стены, и перекрытия, и, допустим, какие-то ограждающие, другие конструкции и так далее. Есть три типа разделения по рабочим наборам. Первое – это по функциональным зонам. По функциональным зонам это для чего нужно? Допустим, один проектировщик работает над подземной частью, если у вас в проекте, допустим, предусмотрена подземная часть какая-то и надземная часть. Один проектировщик работает с подземной частью, другой с надземной частью. Они не пересекаются и не могут изменять элементы другого проектировщика. Вот, допустим, на картинке слева показано, как модель разделена на целых 8, точнее 7, 7 рабочих наборов больших по зонам. Далее, допустим, если мы имеем дело с инженерными моделями, то мы можем разделить по инженерным системам. Некоторые модели включают в себя несколько различных видов инженерных систем. Допустим, мы можем поделить модель на отдельно вентиляцию, на отдельно отопление, холодоснабжение, теплоснабжение и так далее. Допустим, вентиляцию тоже можно поделить на общую обменную вентиляцию, дымоудаление, подпор и так далее. Тоже можно так вот дробить. И каждый проектировщик будет заниматься отдельным каким-то, допустим, видом системы. И последний элемент, последнее разделение рабочих наборов – это по элементам здания. Допустим, мы можем, если у нас работают архитекторы и конструктора в одной модели, то мы можем разделить архитектурные элементы и конструктивные элементы в разные рабочие наборы, чтобы конструктора и архитекторы между собой тоже как бы разграничивались. Также, допустим, конструктивные элементы можно также поделить еще глубже на свои рабочие наборы, допустим, на вертикальные несущие конструкции, куда будут входить колонны, стены, стены фундаментные, какие-то диафрагмы жесткости и так далее, и горизонтальные несущие конструкции. Это, допустим, балки какие-то, капители, перекрытия и так далее. Вот таким образом. Три основных принципа разделения. Также, помимо разделения по рабочим наборам, что еще нужно иметь в виду? Рабочих наборов есть несколько видов. Это пользовательские рабочие наборы, стандарты проекта, семейства и виды. Вот мы до этого, я вам рассказывал про пользовательские рабочие наборы, это те рабочие наборы, которые определяют, как будет модель разбита. Помимо этого, есть вот три таких типа, три вида рабочих наборов, стандарты проекта, семейства и виды, за которыми можно закреплять определенные, так сказать, внутренние элементы вашего проекта. Допустим, если вы не хотите, чтобы в вашем проекте изменяли какие-то семейства оборудования, либо семейства, допустим, каких-то коммуникаций или еще что-то, вы можете закрепить за собой данные семейства. И в дальнейшем проектировщики могут спокойно использовать эти семейства, спокойно рисовать ими, спокойно моделировать, размещать оборудование на этажах в проекте, но они не могут изменять его характеристики. Ну, допустим, там те же самые габариты какие-то, либо какие-то атрибутивную информацию. Это будет закреплено за каким-то определенным человеком. Ну, допустим, за, может быть, руководителем проекта или еще кем-то. Теперь давайте рассмотрим, каким образом все-таки создается вот этот файл-хранилища, как с ним работать и как создаются локальные файлы. У нас здесь есть небольшой проект. Этот проект сейчас является, так сказать, обычным проектом, в котором может работать только один человек. Для того, чтобы создать этот файл в качестве файла-хранилища, мы должны зайти в вкладку «Совместная работа». В «Совместной работе» сейчас эта вкладка практически неактивна. Здесь видите все кнопки, которые относятся к совместной работе, они не работают. Есть одна вот кнопка «Совместная работа». При ее нажатии у нас выскакивает два варианта совместной работы. Первый в вашей сети, ну, точнее, в локальной какой-то сети, допустим, в организации, либо управление документами в BIM 360. BIM 360 – это облачный сервис Autodesk. Через него тоже можно работать, причем достаточно эффективно. Танислав, открылся рабочий стол, но почему-то часть его видно. Обрезан вверх и левый угол. Давайте вот так попробуем. Так. Вот. Сейчас видно? Да, сейчас целиком. Ну, спасибо. Мы нажимаем на кнопку «Совместная работа». И вот у нас здесь два варианта. Работа в вашей сети, либо через облако BIM 360. Через облако BIM 360 в каком случае мы можем выбирать этот вариант? В этом случае, во-первых, у вас должна быть подписка на работу через облако BIM 360 и должна быть приобретена настройка «Collaboration for Revit». В таком случае можно работать спокойно и эффективно через облачные сервисы Autodesk. В любом случае вы выбираете «В вашей сети» и нажимаем «Ок». Сейчас происходит обработка модели и создание рабочих наборов. После того, как мы нажали, у нас здесь появились активные кнопки. Но сейчас все еще это не файл-хранилище. Пока что Revit создал только рабочие наборы. При этом, какие рабочие наборы он создал? В «Совместной работе» также рядышком есть кнопка «Рабочие наборы». Нажимаем на нее и выпадает вот такое окошко. Что в этом окошке интересного? В этом окошке появляются и отображаются все рабочие наборы, которые существуют в проекте и которые можно непосредственно создать, удалить и так далее. Также здесь появляется имя владельца и имя заемщика. Человека, который какие-то элементы в этом рабочем наборе заимствовал у владельца. Также, помимо этого, мы можем, допустим, открыть этот рабочий набор. В таком случае элементы, которые положены, размещены в этом рабочем наборе, они отображаться не будут. Либо мы можем отключить его, выгрузить, так сказать, и либо отключить его на каком-то виде. Сделать его невидимым, точнее. Автоматически создаются два рабочих набора. Общий уровень и сетки и рабочий набор 1. Revit автоматически кладет нам уровни и сетки в рабочий набор общий уровень и сетки. Если мы выделим сейчас ось, появился параметр рабочие наборы и в нем значение общий уровень и сетки. Мы можем раскрыть этот список и увидим второй рабочий набор, рабочий набор 1. Остальные элементы, колонны, двери, стены и так далее, им присвоен рабочий набор, рабочий набор 1. У каждого элемента, если вы выделите его в свойствах экземпляра, увидите этот рабочий набор. В дальнейшем, если это только начало совместной работы, нам нужно создать определенные рабочие наборы, которые потребуются в этом проекте. Опять же, рабочие наборы определяются, их количество определяется, каким образом вы будете делить модель. Здесь, в принципе, можно разделить ее таким образом, допустим, на архитекторы и конструкторы. Для этого заходим в рабочий набор и нажимаем на кнопку создать. И создадим, допустим, один рабочий набор AR. Нажимаем ОК. И один рабочий набор KR. Нажимаем ОК. Revit предлагает нам сделать рабочий набор активным. Что такое активный рабочий набор? Активный рабочий набор у нас отображается в ленте сверху, либо под экраном вот здесь в центре, KR. Когда я буду создавать какие-то элементы, у меня сразу же будет присваиваться этому элементу активный рабочий набор. Вот я создал какую-то стену, у меня этому элементу присвоился рабочий набор KR. Если я выберу AR, то, соответственно, следующему элементу присвоится набор AR. Идем дальше. После того, как мы создали рабочие наборы, которые нам нужны, мы можем раскидать вот эти все элементы по рабочим наборам. Добро. Для конструктора это мы можем туда положить колонны, можем положить туда какие-то несущие перекрытия, фундаменты и так далее. Проще всего это сделать, допустим, вот колонны, выбрать одну колонну и выбрать во всем проекте. И далее рабочий набор, указать рабочий набор KR. И, допустим, дальше точно так же можем выбрать какие-то перегородки, либо, допустим, какие-то элементы двери, окна. И также задать им рабочий набор, рабочий набор AR. Теперь, когда, ну, допустим, мы какие-то элементы раскидали по рабочим наборам, теперь мы можем сохранить этот файл в качестве файла-хранилища. Для этого мы нажимаем на кнопку «Файл», «Сохранить как проект». И выбираем, в какую папку нам сохранять данный проект. Папка всегда должна быть в общем доступе, в открытом, где-то на сервере. Обязательно нужно проверить, что доступ к этой папке есть у всех проектировщиков, которые будут заниматься данным проектом. Ну, я создам папку «Совместная работа», допустим, «Совместная работа». И здесь сохраню данный файл. «Совместная работа». Далее, после того, как я выбрал, куда будет сохраняться файл, я нажимаю на кнопку «Параметры». И здесь мне нужно некоторые настройки исправить. Во-первых, нужно проверить, что стоит галочка «Считать моделью из хранилища после сохранения». Если вы только создаете файл хранилища, то эта галочка должна быть активная и ее даже выключить нельзя, она как бы заморожена. Далее мы выбираем количество резервных копий. Количество резервных копий определяет, насколько мы можем откатиться назад при, допустим, каких-то ошибках в проекте, либо, допустим, если модель как-то тоже не открывается, либо какие-то фатальные ошибки у нее выскакивают, то мы можем откатиться на количество резервных копий в проекте. Обычно много задавать не надо, там 100 или 200. Обычно хватает от 5 до 10 резервных копий. И нажимаем «Ок». Дальше, после того, как настроили количество резервных копий, нажимаем «Сохранить». И у нас теперь уже Revit преобразует данный файл с рабочими наборами в файл хранилища. После того, как мы сохранили файл в качестве файла хранилища, у нас немножечко поменялось вот здесь вот наши иконки. У нас теперь кнопка «Сохранить» не активно, но появилась новая кнопочка активная «Синхронизация и изменение параметров». Как раз то, что я вам говорил раньше, сейчас идет как бы не сохранение проекта, а в дальнейшем будет идти синхронизация проекта с локальными копиями файлов проектировщика. Сейчас мы находимся в файле хранилища. Это легко проверить. Вот у него название совпадает с файлом проекта «Совместная работа». После того, как вы создали, допустим, файл хранилища, его нужно обязательно закрыть и обязательно освободить все рабочие наборы, которые вам не нужны. Ну, допустим, давайте я освобожу общие уровни и сетки, нажимаю «Нередактируемый». И так как, допустим, это у меня будет конструктор, давайте владельца REF12 мы оставим за рабочим набором KR. А IR тоже ставим «Нередактируемый» и нажимаем «Ок». И далее мы закрываем проект. Нажимаем «Открыть» и выбираем наш файл «Совместная работа». При этом, смотрите, что получается. Когда мы открываем файл, у нас появляется вот здесь галочка «Создать новый локальный файл». Эта галочка должна быть обязательно активна, нужно обязательно проверять перед открытием файла, когда вы работаете в совместной работе. Галочка должна быть активна. При этом вы не будете открывать файл хранилища, вы в нем работать не будете, но на его основе, на вашей рабочей станции, создастся локальная копия данного файла. И нажимаете «Открыть». При этом, когда вы нажимаете «Открыть», здесь есть маленькая стрелочка рядышком. Нажимаем на эту стрелочку, и здесь есть несколько настроек рабочих наборов. Мы можем открыть все рабочие наборы, мы можем открыть только редактируемые рабочие наборы, которые мы оставили. Мы можем задать, какие рабочие наборы нам нужно открывать. Ну, допустим, давайте я нажму на кнопку «Задать» и нажму «Открыть». Перед открытием файла у нас появляется все то же окно с рабочими наборами, и здесь мы можем выбрать, какие рабочие наборы у нас будут открыты. Здесь вот есть последняя колонка «Открыт» и «Какой рабочий набор». Давайте я, допустим, открою только рабочие наборы AR, KR, общие уровни и сетки, а рабочий набор 1 закрою. Нажимаю «Закрыть». Ну, либо давайте даже так лучше, там слишком много элементов. Давайте я AR лучше закрою. Нажимаю «Закрыть» его, остальное открываю. И нажимаю «Ок». Сейчас уже Revit создает, открывает не файл хранилища, а создает локальную копию, размещает ее уже в определенном месте на вашем компьютере, на вашей рабочей станции. Как это определить? Во-первых, в названии проекта «Совместная работа» появился суффикс «Rev12» через нижнее подчеркание. Он появляется всегда и называется таким образом, как называется имя вашего пользователя в Revit. Имя пользователя, где можно посмотреть. При нажатии на кнопку «Файл» заходим в параметры Revit. И сразу же в вкладке «Общие» у нас есть имя пользователя Revit 12. Оно нередактируемое. Оно привязано к подписке, к учетной записи Autodesk. Раньше, когда Revit приобретался не по подписке, имя пользователя можно было менять. То есть, соответственно, можно было вот так вот немножечко хитрить. И, допустим, если кто-то занял рабочий набор, элемент, в котором вы хотите подвинуть, вы просто переименовываете имя пользователя в того, кто это сделал, и просто делаете его работу. И ничего вам не мешает. Вот сейчас этого сделать нельзя, потому что имя пользователя всегда будет привязано к подписке. А Revit открыть без подписки с, кажется, 18-й версии уже невозможно. Дальше. Где сохраняются ваши локальные копии? Ваши локальные копии сохраняются в разделе файлов. Здесь можно посмотреть. Здесь есть путь. Путь по умолчанию для пользовательских файлов. То есть, соответственно, сюда будет сохраняться ваш локальный файл. C Users Admin Documents. Можно даже посмотреть, где это находится. Убедиться, что это там. Давайте C Users, C Пользователи, Admin и Документы. Вот наши файлы локальные. У них есть этот уже префикс Revit 12, точнее суффикс. И помимо этого, когда вы работаете в совместной работе, помимо файла непосредственно самого проекта, появляются еще две папки. Совместная работа, Revit 12, Backup и также папка Temp. В этих двух папках содержатся временные файлы и файлы для резервного копирования. И файлы журнала. Поэтому для того, чтобы откатиться, вам нужно, чтобы эти файлы были. Чтобы эти папки были. Теперь мы создали файл хранилища. Мы создали локальную копию. В локальной копии теперь функционирует кнопка «Сохранить» и также функционирует кнопка «Синхронизация». Когда вы нажимаете просто на кнопку «Сохранить», то вы сохраняете только непосредственно данный ваш локальный файл. При этом синхронизация с файлом хранилища не осуществляется. У вас будут отличия между моделями. Если вы хотите, допустим, вы внесли какие-то изменения в проект, и вы хотите, чтобы данную информацию увидели остальные проектировщики, которые работают в этом проекте, вы нажимаете на кнопку «Синхронизация». При этом вся информация уходит на сервер. И в дальнейшем, когда другой проектировщик нажмет на кнопку «Обновить до последней версии модели», либо точно так же синхронизировать, то он увидит все ваши изменения, которые вы внесли. Сейчас видно прекрасно, что те элементы, которым я присвоил рабочий набор AR, и которые я скрыл, они не отображаются. Их можно в любой момент включить. Мы нажимаем на кнопку «Рабочие наборы» и просто его открываем. Нажимаем «Открыть», «Да». Нажимаем «Окей». Вот появились элементы из другого рабочего набора. Теперь, что будет, если, допустим, я возьму и попробую зайти под другим пользователем. Когда я захожу под другим пользователем... Сейчас я закрою этот файл. Сохранять проект я не буду. При закрытии файла вы можете освободить все элементы и рабочие наборы, либо сохранить принадлежность всех элементов и рабочих наборов. Что это такое? Когда вы синхронизируете проект... Сейчас я нажму «Отмена». Когда вы синхронизируете проект, здесь есть несколько галочек, что делать после синхронизации. Все эти элементы, все эти рабочие наборы вы можете освобождать, можете присваивать, можете оставлять право за редактированием этих рабочих наборов. Каждую галочку можно включить. Если галочка включена, то, соответственно, пользовательские рабочие наборы, либо какие-то другие, они освобождаются. И, соответственно, все проектировщики могут уже изменять данные элементы. Сейчас, если посмотреть, то KR закреплен за пользователем REV12. Соответственно, также можно посмотреть, и каким образом в экране распределяется доступ. Я могу включить, показать владельцев, каких элементов у кого какой владелец. И, соответственно, я вижу, что вот этих элементов, они подкрашены зеленым цветом, у них какой-то владелец. Я их редактировать, скорее всего, не смогу. Вот KR REV12. И здесь то же самое. Теперь давайте закроем этот проект. Пользовательские рабочие наборы мы оставим за проектировщиком REV12. И откроем этот проект. Уже при помощи другого проектировщика. К сожалению, REV12 сейчас немножечко вылетит. Я зайду под другим пользователем, под своей учетной записью. И сейчас попробую открыть этот же файл. И посмотреть, что будет. Этот файл мне уже открывать не надо, потому что это файл локальный. Соответственно, мне нужно также через кнопку открыть, выбрать, где находится у меня файл хранилища. Файл хранилища у меня лежит на рабочем столе. Вот он. Так, извиняюсь, не этот вот этот. И также я должен убедиться, что у меня стоит галочка создать новый локальный файл. Я также могу задать, какие рабочие наборы мне открывать. Ну, я открою все. Нажимаю открыть. И открываю проект. Что теперь происходит? Когда я, допустим, захочу изменить элементы в рабочем наборе кр, который закреплен за другим пользователем, у меня этого сделать не получится. Вот, допустим, я выделяю его. И вижу, что рабочий набор кр редактирует реф-12. Соответственно, когда я его попытаюсь переместить, у меня выскакивает ошибка, что этот элемент невозможно изменить, пока пользователь реф-12 не освободит его. Соответственно, что я могу делать? Ну, я могу нажать отмена, подождать, позвонить, подойти, сказать, что я хочу что-то поменять. С его, так сказать, позволения. Либо другой вариант. Я могу взять и разместить запрос на редактирование этого элемента. Я размещаю запрос. И в этот момент пользователю реф-12 приходит сообщение о том, что вот этот элемент хотят редактировать. Я, к сожалению, сейчас не смогу показать, потому что мне придется опять закрывать пользователя своего, переходить на пользователя реф-12. Достаточно длительный процесс, время ограничено. Поэтому пока так, без этого обойдемся. В дальнейшем вот этот элемент, пользователь реф-12, когда откроет проект, он увидит, что на этот элемент есть какой-то запрос и уже будет решать, допустим, надо давать возможность изменять этот элемент другим проектировщикам, либо нет, не давать. Далее, когда вы, ну, давайте я еще раз сохраню, допустим, элемент. Допустим, я что-то тоже поменял. Я могу тоже присвоить каким-то элементам рабочий набор и могу также что-то изменить. Ну, допустим, вот эту стену немножечко передвину. Теперь я также за собой закрою рабочий набор AR. Закреплю. Для того, чтобы закрепить, я выбираю этот рабочий набор и нажимаю редактируем. У меня сразу же появляется владелец, мои инициалы. И нажимаю ОК. При этом, смотрите, рабочий набор заемщики. У меня какие-то элементы в рабочем наборе 1 я занял. Скорее всего, это то, что я случайно там подвинул. Вы сразу же являетесь заемщиком данного рабочего набора. Теперь я синхронизирую, допустим, проект. И в какой-то момент, допустим, у меня появилась потребность откатиться, допустим, к какой-то предыдущей версии. Посмотреть, во-первых, чтобы вот там раньше, либо, допустим, какая-то фатальная ошибка начала выскакивать, и мне нужно срочно откатиться. Что для этого требуется? В вкладке «Совместная работа» есть две такие кнопки «Показать журнал» и «Восстановление из резервной копии». Если я нажимаю на кнопку «Показать журнал» и выбираю проект «Совместная работа», я вижу все изменения, какие у меня здесь происходили. Этот файл довольно старый, поэтому здесь на самом деле очень много изменений даже от 2015-2014 годов. Вот, поэтому самые свежие – это вот 2018-го года. Когда кто сохранялся, когда кто синхронизировался, здесь показывается. То есть вы сразу же можете определить, кто там работает над проектом, кто там не работает. Просто открываете журнал и видите, что вот, допустим, REF12 синхронизировался в 11 часов, и, допустим, когда он синхронизировался в последний раз, допустим, в 6 вечера. Соответственно, видно, что, понятно, он может просто включить проект и нажать синхронизацию утром, нажать синхронизацию вечером. Но как-то контролировать все-таки можно, кто работает над проектом и когда. Во вкладке «Восстановление из резервной копии» мы можем откатиться до какой-то версии проекта предыдущей. Для этого выбираем кнопку «Совместная работа». Перехожу в файл хранилища, опять же, на рабочем столе. И здесь нужно выбрать папку «Совместная работа». Совместная работа «Бэкап». В папке «Бэкап» как раз находятся резервные копии. Если я ее открою, то я здесь ничего не увижу, здесь пустая папка. Что нужно делать? Здесь одна такая особенность. Нужно не нажимать на папку, а нажать на «Открыть» в дальнейшем. Никакой файл не открываете, открываете папку. И в этой папке содержатся резервные копии уже после синхронизации. Вот их было три. Когда я создал проект, когда синхронизировал REF12, когда синхронизировал я. Точно так же время синхронизации. И можно откатиться до какой-то версии. Допустим, до предыдущей, либо еще раньше. Можно откатить. Соответственно, файл хранилища пересохранится. Либо второй вариант можно сохранить как? Указать, допустим, новую какую-то директорию, новую папку для сохранения. И сохранить его туда со штемпелем «Даты и времени». И сохранить его уже непосредственно в какую-то другую папку. После того, как я сохраняю, я могу открыть извлеченный проект и уже посмотреть, работает ли там проект или какие-то изменения, которые вносить не надо было, внесены ли они и так далее. Ну вот у меня вот этот элемент, я помню, что не был присвоен рабочий набор AR. Да, я вижу, что у него рабочий набор AR не присвоен. Это старая версия. Таким образом примерно происходит процесс совместной работы на базе одного файла. Какие еще особенности есть у данного метода? Чаще всего данный метод применяется, когда проектировщики работают в рамках одного какого-то раздела. Допустим, это отдельно архитекторы, отдельно конструктора, отдельно инженеры отопления, вентиляции, кондиционирования. Так что в одном таком проекте могут работать несколько дисциплин, но это только в том случае, если проект достаточно маленький и там удобно работать нескольким проектировщикам из разных специальностей. Чаще, конечно, это проектировщики AR и KR, потому что у них очень много совместных элементов. Это стены, перекрытия, колонны, поэтому им так удобнее. Но все же, когда проект достаточно большой, то, конечно, легче разделять эти файлы на отдельные. Отдельно файл KR создавать, отдельно файл AR создавать. Это как раз мы рассмотрим на следующих вебинарах. У меня на сегодня все, поэтому я жду от вас вопросов и спасибо за внимание. Спасибо. Во вкладке вопрос от Александра. Александр спрашивает. Каковы системные требования для сервера, на котором хранится общий файл? Они так же, как и для локальных машин, на которых идет работа над проектором? Или же определяющий фактор – это скорость сети? Вообще, да, скорость сети тоже фактор определяющий. По поводу SSD на сервер. Конечно, этот вопрос лучше задавать человеку из IT структуры. Но я так скажу, что, конечно, сервер должен быть мощный. Можно ли сервер разместить в облаке? Да, можно. Есть определенный способ работы, тоже совместный, при помощи Revit сервера. Это такой сервер, который организуется на базе Windows сервера. Как это создается, конечно, там очень много своих нюансов. В интернете есть мануалы, как все это настраивать. Даже в том же Autodesk Help есть инструкция. Когда вы сохраняете проекты, допустим, когда в АСФ самом есть сеть Revit сервер. Она не показана полностью. Вот, сеть Revit сервер. И в данной папке будут отображены IP-адреса, где настроен этот Revit сервер. И, соответственно, также можно работать удаленно из различных областей. Допустим, даже если вы в офисе не сидите, вы можете подключиться к данному Revit серверу и уже работать совместно с другими проектировщиками. Но у него есть ряд минусов, конечно, у этого Revit сервера. И сейчас такая тенденция, что Autodesk больше делает упор не на этот Revit сервер. Они вообще про него на самом деле забыли, даже так сказать. А делает упор, конечно, на облачные решения, на свой облачный сервис BIM 360. И всем предлагаю, чтобы все работали через него. Можно также Revit сервер, ну точнее просто сервер, организовать на любом другом облаке. Можно организовать файл-хранилище в Google диске, на Яндекс.Драйве и так далее. Это тоже на самом деле проходили, тоже имеет место быть, но не особо удобно. Очень часто файлы отлетают, очень часто ошибки какие-то возникают, ошибки при синхронизации, очень часто и откаты, поэтому не особо удобный такой вариант работы. Так, дальше. Вопрос. После восстановления файлов проект открылся как файл-хранилище, а не как локальный файл. Так, да, он открывается как файл-хранилище, вам, соответственно, его нужно закрыть. И, соответственно, открыть заново, как для создания своей локальной копии. Про рабочие наборы видов можно подробнее. Можно ли закреплять за собой виды и листы? Да, можно. Тем более, ну, как бы, это на самом деле большая проблема. Точнее, даже не то, что большая проблема, а так вот больше всех проектировщиков раздражает, потому что обычно виды закрепляются как... Обычно у видов закреплены еще и шаблоны видов. И, соответственно, один проектировщик работает, допустим, в подвале, а другой работает, допустим, на надземной части. И ему нужно что-то в виде в этом поправить, в этом шаблоне вида. А так как они работают вдвоем, они сразу же занимают автоматические виды и листы, на которых работают. И, соответственно, происходит вот такое постоянное взаимодействие между двумя видами. И проектировщики не могут там нормально раздражаться, приходится постоянно синхронизироваться, постоянно там выскакивает сообщение, что элемент за кем-то закреплен. Вот, поэтому немножечко раздражает этот момент. Когда вы в проекте находитесь, у видов, на котором вы находитесь, тоже есть рабочий набор. Если я вот сейчас покажу, на совместной работе есть рабочий набор. Вид план этажа. И он также закрепляется за каким-то проектировщиком. Если вы, допустим, изменили какие-то элементы в нем, допустим, я какую-то галочку уберу, либо, допустим, имя вида даже переименую. Так, это уже есть. Это H11. Вот, видите, у меня сразу же появляется... Станислав, не видно Revit, если вы что-то там делаете. Презентация открыта. Так, я вроде бы переключил. Сейчас еще раз подключим. Коллеги, напишите, видно ли у вас ревит. Видно сейчас, видно? Нет. Ну, так, ладно. Вот, а сейчас... Видно, да? Да, только опять видно очень крупно, не весь экран. Сейчас я попробую что-нибудь делать с этим. Давайте вот так попробуем. Вот. Сейчас видно, да? Да. Да, допустим, если я изменяю какие-то виды, допустим, переименовую его или изменяю масштаб или детализацию, у меня сразу же присваивается моя фамилия, кто редактирует. Вот написано вот здесь. Рабочий набор вид, план этажа, этаж 11, и кто его редактирует с вводчиков. То есть, соответственно, другой человек, кто на этот вид переключится, он уже не сможет его никак изменить. После, ну, как бы, вне моего ведома. То же самое с листами. Вот, если я перейду на листы. Так. Вот, рабочий набор, вид, лист, один, план этажа. И тоже, кто его редактирует. Тоже, если я что-то изменю, здесь у меня появится моя фамилия. Далее вопрос. Возможно ли создать общий проект на базе нескольких файлов хранилищ? Да, можно. Это как раз тема следующего вебинара. Точнее, не следующего, а через один вебинар. Когда у вас в проекте задействовано несколько специальностей, то, соответственно, вы для каждой специальности, а в каждой специальности еще работают больше, чем один проектировщик, вы, соответственно, создаете для каждой специальности файл хранилища, а потом все эти файлы хранилища объединяете в одну, так сказать, федеративную модель или комплексную модель. Ну, ее по-разному называют. И уже работаете, можно сказать, со всем этим объемом информации. Поэтому это уже на следующем вебинаре будет. Так, еще вопросы будут? Коллеги, пишите свои вопросы, если они у вас есть. Пока у нас еще есть время, мы можем ответить, чем запланировано минут 10. Если вопросов нет, то, соответственно, так и напишите, что вопросов нет. Все понятно. Мы тоже на это будем ориентироваться, и тогда будем заканчивать. Пока напомню, что следующий вебинар по BIM-проектированию у нас состоится практически через месяц 14 ноября. Следующий вебинар Эдуарда Мьеровича Базеляна 7 ноября. В чат я повторил ссылку на ближайшие вебинары. Регистрируйтесь и обязательно на них приходите. Так, ну, вопросов, видимо, нету. Тогда, Станислав, огромное спасибо за выступление. Коллеги, спасибо вам за участие. На этом будем заканчивать. Да, всем спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.